С ноября 2018 года «Эталон-С» отказался от обслуживания этого дома. Как требует законодательство, комитет городского хозяйства провел конкурс. По его итогам дом взяла на обслуживание компания «Уют», которая также не дает нормально работать телекомпания, чей офис находится в этом доме. Это прямая речь депутата и директора «Эталон-С». Компания действительно пыталась отказаться от «Октябрьской-21». И в самом деле управляющая компания «Уют» взяла на обслуживание многострадальный дом. Вот только работать «Уют» не может. Жильцы никак не подписывают договор с новой управляшкой. Так чей же дом? Сергей Супони ссылается на законодательство. Но оно как раз-таки работает не в его пользу. Управляющая компания, старая, прежняя, на прежних условиях договора обязана обслуживать дом. Сергей Супони заявляет, наша телекомпания не дает работать «Уюту». Вот только интересно узнать, почему одиозный депутат Горсовета сделал такой вывод. Наша работа как-нибудь мешает вашей деятельности? Ваша телевизионная деятельность, имеется в виду сюжеты, вот эти новостные какие-то выпуски, вопросы, которые мне задаются, это нам нисколько вообще не мешает. Странное дело получается. Наша телекомпания в течение нескольких лет борется с бездействием «Эталона». Но в интервью Супони как-то упустил или забыл момент, что жители ПВЗ каждый день сталкиваются с его, как он сам заявляет. В силу того, что я уже давно работаю на округе, при этом являюсь директором управляющей компании, люди меня хорошо знают. Супони никаких движений не делает. Мы неоднократно обращались, управляющая компания «Эталон-С». Мы неоднократно туда обращаемся, с жалобами, собираем подписи с соседей, с жильцов. На наши жалобы и обращения никак не реагировали. Только в «Эталон» мы постоянно там. Мы там уже прописались. Я говорю, у меня уже Супони на улице встречал и говорил, все-все знаем, все пришлем, придет человек, посмотрит, и никого опять нет. Он как нюхнул, он вот так вот нос закрыл и убежал. Я его догоняла, догоняла, еще попродул, а он убежал. Ретировался Супони и со многих других проблемных адресов. Хотя в интервью пристает борцом за добро, справедливость и кресло в очередном созыве горсовета. Илья Балханов, телекомпания АТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова